ну вот мы повторили с вами верхний элемент нижний элемент как верхний элемент дальше я наждачкой округлила наши краешки которые хотелось бы округлить и все покрыла белой красочкой без грунтовки в принципе акриловая краска она довольно цепкая тем более игрушки мы в посудомоечной машине мыть не будем да и получается на железо тоже хорошо белая краска смотри пожалуйста но не сына что пару раз надо было покрыть потому что прозрачность еще вверху я вкрутила вот такой винт с петлей вот вы можете его сделать просто в принципе самостоятельно из проволоки создать петлю сделать шилом дырочку и заклеить есть точно такой же элемент мы будем вставлять и снизу и так на шарик мы решили сделать в стиле шиби шик где-то потертости где-то может быть сухая кисть поэтому изображение для среднего для серединки выбрала вот такой в пастельных оттенках такое приятное нежное в общем то в принципе замечательно мне кажется очень смотрится и приклеиваем конечно же у меня клей пва строительный универсальный наша картиночка высохла и мы всю работу лакируем матовым лаком значит следующий момент нашей работы это будет в общем-то патинирование наших углублений выделения объема я попробовала цвет розовый хотела сделать такую няшную игрушечку но мне не понравилось слишком уж она зефирная получается поэтому все-таки беру есть такой некий такой сероватый оттенок на фоне и я беру этот серый оттенок хотя вы можете взять ну в зависимости от вашей картинки и вот как допустим у меня и умбра и где-то там зеленоватый оттенок цветка хаки и в общем-то следовать вашей картинке берем наносим прям не боясь серый оттенок скажи пожалуйста а белый цвет как-то защищался или прям по голода белый цвет я залакировала обязательно потому что будет момент стирания и чтобы мы как бы не дотерли там допустим до шпаклевки или там для до где-то может быть пенопластовой основы все-таки защитили все лаком все окрашиваем вот я немного часть окрасила теперь прям с по свежему я вытираю настолько насколько мне хотелось бы то есть я правильно понимаю краска не должна высохнуть до серой до краска не должна высохнуть мы она должна легко стираться чтобы сильно ее не вытирать смысле не тереть вам поверхности но получается она должна немножко приходится иначе она совсем до вытрется прям жидко нанести но мы же регулируем и стирание где-то сильнее стираем где-то меньше вот меняем салфеточку вот и вытираем и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, друзья, из ничего у нас получился прекрасный шарик. Винтажный, нежный, красивый. Мы с вами создали интересную форму на обычной пенопластовой круглой заготовке. Мы создали интересную часть среднюю, да, из жестяной баночки. И фактурный интересный аксессуар для нашей новогодней елочки готов. Вы поучаствовали в игре, я жду с нетерпением вашей работы. Вы можете создавать аксессуары дополнительные к вашим бантикам. Это тоже очень красиво украшает любую работу, в принципе. Привязывайтесь к картинке и смотрите, какие бантики или ленточки возможны. Есть вот такие вот штучки, да, можно сделать тоже очень сейчас. Все в открытом доступе, это все фурнитура. Так что вот такая интересная заготовка у нас получилась из банальных вещей. Ах, если бы сбылась моя мечта, Какая жизнь настала бы тогда? Ах, если бы мечта сбылась... Субтитры создавал DimaTorzok